Дорогие коллеги, на шестом занятии нашего курса продолжим исследовать, как те или иные элементы раскрывают значение знакомых символов. Мы рассмотрим несколько таких сюжетов. Один из них – «Непорочное зачатие Девы Марии». Догмат, согласно которому сама Дева Мария была свободна от первородного греха. Этот догмат не являлся долгое время общепринятым догматом. Вместе с тем входил в необходимое церковное почитание Девы Марии. А с того этого догмата было пророчество о жене, которая сотрет главу Змееву, и, соответственно, также образ из апокалипсиса – «Жены, облаченной в солнце, короны из звезд». Такое объединение самого начала священной истории с самым ее концом и создавало символическое напряжение догмата. Вот живописное выражение догмата у Рубинса. Мы видим, что Дева Мария попирает змея, держащего яблоко соблазна. Стоит она при этом на Луне. Это всегда именно Татт. То есть она владычица всего подлунного мира. И она обличена в солнце и имеет венок из звезд. То есть входит в вечность уже при жизни. Именно этим объяснялся догмат. Не тем, что ее поведение всегда было безупречно и бесспорно, а тем, что для вечности она предназначалась с самого начала. Догмат о непорочном зачатии связывался с догматом о Вознесении Девы Марии на небо, которая признает тоже и католическая, и православная церковь. Хотя только в православной церкви сюжет Успения не изображает непосредственного Вознесения. И, например, хотя, скажем, на Руси Успение было самым чтимым праздником, поскольку это был праздник урожая и начала Нового года. То есть фактически как Благовещение в Италии, о чем мы уже говорили. Тем не менее, Успение изображалось исключительно как гроб с Девой Марии, а не Вознесение. То, что по латыни Ассумпция называется. И мы видим двух ангелов, один с пальмовой ветвью, другой с лавровым венком. То есть победа над смертью и триумф над вселенной. Догмат включает в себя и историческое, и надисторическое измерение. Здесь у Мурильо мы видим то же самое. Стоит на Луне, которая здесь изображена как месяц. Ангел один несет пальмовую и оливковую ветвь, то есть мир, розы. А еще один ангел несет лилии, то есть по видимости вечная чистота, что символизирует, что Дева Мария чистой и была принята в вечность. Вариант Джузеппе Анджеле, как видите здесь еще богословы изображены, обосновывавшие этот догмат, включает в себя ангела со связкой лилии, который и воздает поклонение. То есть объясняется, как из чистоты Девы Марии и признание этой чистоты всей вселенной, начиная с архангела Гавриила, выводится ее пребывание в вечности. Этот вариант у Дериберы, как видите, включает опять же оливковую ветвь мира. Также круглый храм. Обычно круглыми считались храмы Аполлона, но здесь по видимости имеется в виду на более обобщенный образ храма. Луна здесь оказывается сбоку, то есть важным оказывается почитание Девы Марии всем под лунным миром. А значит, картины имеют и пропагандистский смысл, то есть необходимость бороться с протестантизмом, который отрицал специальный культ Девы Марии. У Тьепола, как вы видите, самые интересные картины. Тьепола все-таки известен нам больше как галантный художник XVIII века, но его религиозные сюжеты не менее заслуживают внимания, чем его галантно-мифологические сюжеты. Здесь, как мы видим, Дева Мария опять же осеняется духом, то есть ее слава поддерживается во всей вселенной благодаря вдохновению от духа во всей церкви. Опять же она попирает змея-искусителя с яблоком в зубах. Уже это яблоко изображено карикатурно. Лилия, пальма и роза. Опять же победа и чистота. И здесь уже, как видите, победа признана во всем мире и даже подчинена ей. Опять же она стоит на месяце и на шаре. Вселенское владычество уже осуществлено и победа христианства уже признана во всем мире. Поэтому, в отличие от пропагандистской картины Дерри Бера, здесь скорее такая мифологизирующая картина, изображающая уже состоявшееся торжество христианства. Замечательно, что здесь ангелы поддерживают одежды Девы Марии, то есть намек на ее вознесение на небо, которое всеми переживается как событие. У Сурбарана, как вы видите, ангелы тоже поддерживают одежды Девы Марии. Здесь еще есть и зеркало чистоты вместо лилии и небесные чертоги наравне с земным миром. Это же зеркало встречается и в других композициях. У Тьепала, по видимости, оно здесь вот, рядом с пальмой, то есть зеркало чистоты. У другой вариант Сурбарана, как видите, включает небесные чертоги, опять же зеркало, богословов. И ангелы, поддерживающие, опять же, розу и лилию, то есть тайну и чистоту, то есть церковный культ и вселенский культ, держат также скрижали с надписью. Ква эс иста аурора консургенс. Сия – это та самая заря восходящая. То есть восходящая, по видимости, над всей землей. И имеется в виду, конечно, заря вечной жизни. Литургический культ Девы Марии включал в себя и представление о ней как о заре вечной жизни. Здесь, конечно, в создании литургического культа были очень значимы и медитации над самим именем. Например, имя Мария ассоциировалось со словом море, то есть такой вот вселенским морем. А Марус – горький, море горя, даже в русском рифмуется, то есть с мученичеством. Обращение к ней Аве прочитывалось как зеркальное отражение имени Ева. То есть если Ева стала начинательницей греха, то Аве Мария – начало спасения. То есть культ Девы Марии включал в себя и размышления даже над буквами ее имени. Значит, иногда пять звезд ознаменовали и пять букв. Другой сюжет, который мы посмотрим, прямо наоборот противоположный – это сюжет с другим зачатием, как раз порочным зачатием, по аналогии с не порочным зачатием. Сюжет Леды и Лебедя. Собственно, этот сюжет восходит еще к античности. Как вы знаете, от этого союза Зевса и Леды родились близнецы Кастер и Поллукс, то есть звезды, указывающие мореходам правильное направление движения. И также родилась и Елена Прекрасная и, соответственно, то есть судьба Трои здесь тоже была решена. А проблемой всегда было изображение того, как передать этот союз. Например, вот эта лампада конца третьего века до нашей эры. Как видите, здесь все изображено с достаточной степенью такой почти непристойности. И, конечно, это речь идет о такой вещи для мужской, по видимости, части дома. То есть такое вот то, что женщинам не будут показывать. Или, как видите, здесь это камея. Здесь еще изображен и амор крылатый, который этого Зевса-лебедя как будто бы подталкивает. То есть важна идея роковой необходимости любви. Потом этот сюжет постоянно воспроизводился именно благодаря тому, что он стал частью такого вот античного канона. То есть перешел из античных канонов. Есть, по крайней мере, два канона изображения сюжета. Один восходящий к Микеланджело, другой к Леонардо. Причем ни оригиналов, ни Леонардо, ни Микеланджело не сохранилось. Но сохранились многочисленные копии. Микеланджело, как вы видите, следует по преимуществу просто изображением античных камей. Леда, как видите, изображена в кокошнике, как невеста. То есть это ее законный брак. Лебедь прильнул к груди, то есть обещая некую вечную верность. И через это раскрывается и смысл мифа. Так как и в случае Кастера и Полукса, которые считались верными указателями маршрута, и в случае Елены, вопрос о верности, который начал Троянскую войну, этот вопрос о верности оказался важнее вопроса о природе любви. Интересно при этом, что Леда и Лебедь сидят на красном полотне, то есть это принадлежит некому небесному порядку, все, что между ними происходит. Что здесь же такая вот, такие расслабленная рука и такая общая расслабленность сюжета говорит о роковом действии истории. И потом именно образцу Микеланджело подражали многие другие художники. Вот, например, вариант Робинса, он фактически полностью следует Микеланджеловскому образцу, включая выставленную пятку, то есть некоторый испуг Леды, ее расслабленность. Здесь еще даже дополнительно акцентировано пейзажем. Ночным пейзажем с вянущими цветами на первом плане. Так что Леда и не замечала, сколько времени проходит. То близко к этому и вариант у Веронезе. Леда, как вы видите, здесь Леда прибрана как невеста. И здесь опять же мы видим отставленную ногу и расслабленные пальцы. Готовность принять все без рассуждений. И все это и дальше поддерживалось. Флойд до Сезанна, у которого, как вы видите, лебедь просто щиплет Леду за руку. То есть требует вот так вот расслабиться и подчиниться той тому фатуму, который ее ждет. То есть фатальность власти Зевса здесь оказывается важна. Другую линию создал как раз Леонардо да Винчи, где как раз у него фактически развернута дальнейшая мифология. То есть рождение Кастера и Полокса и, соответственно, Елены и ее сестры от этого брака. В данном случае важным оказывается для Леонардо некоторый общий путь человечества и также некие как бы божественные законы, предуказанные всему прочему человечеству. Именно Леонардовский тип встречается потом, например, у Бертини, где, как видите, тоже лебедь приобнимает Леду крылом и щиплет за грудь. То есть ухаживание оказывается не менее важным, чем власть фатума. Для Леонардовской традиции важно было, что фактически это было не насилие, а что-то вроде свободного убеждения. То есть, как и в случае с вертумном и помоны, о котором мы говорили на прежней паре, важным оказывалась идея свободы, а не идея необходимости. Замечательно, что здесь изображение города, иногда его отождествляют строей, то есть с будущими судьбами. Здесь важно. Ледо при этом убрано, но не в пример скромнее. Сюжет, как видите, Микеланджеловский образец, был популярнее и в декоративном искусстве. И, например, на этой фарфоровой шкатулке мы видим еще и сфинксов, поддерживающих эту коробочку. И, соответственно, гротескное изображение потоп-океана. То есть, что последствия были вселенскими. Ну, так что вариант с насилием, по-видимости, был более распространен. Хотя и варианты с кокетством тоже. Например, Буше в своей совершенно непристойной вариации этого сюжета попытался изобразить именно лебедя-ухажера, распускающего крылья, а леду как кокетку, которая при этом откладывает все свои богатства ради какого-то нового, прежде невиданного удовольствия. И, в конце концов, Леонардовский вариант находит завершение у Дали. Как видите, Дали изобразил галу в виде леды под названием атомическая леда, леда атомного века. И здесь как раз все тоже она приобнимает, лебедь приобнимает крыло, ухаживает, а весь мир изображен, соответственно, как совокупность вот таких вот постаментов, таких предпосылок для вот этого вот сюжета галантного ухаживания. Как всегда у Дали приподнятое море, море, которое можно вот так вот приподнять, как лист во многих его сюжетах, символизирует переход от сновидения, сновидческого наслаждения, принципа удовольствия, к принципу реальности. Здесь это еще дополнено вот образом ракушки и образом такого вот угольника измерения происходящего. То есть данный сюжет понят как сюжет такого вот удовольствия, необходимого сновидения, от которого нужно перейти к принципу реальности. Итак, мы видим, что вот у Силайера, как видите, скорее Леонардовский вариант с уже тоже родившимися потомками. И замечательно, что здесь еще у Леды есть цепочка и другие драгоценности, то есть, что она вполне, так сказать, сохранила свое самообладание. Теперь другой, еще один интересный сюжет, это, соответственно, значит, это «Бегство в Египет». Прежде всего, «Бегство в Египет» известно по картине Тициана 1506 года. И как «Бегство в Египет», заметьте, всегда изображается, как бегство через лес. Для нас это путь через горы и пустыни, но всегда это лес. Даже вот в этой, например, русской палецкой иконе конца 19 века, как видите, Иосиф, Мария и Иисус, они в лесу бегут в Египет, а за ними, по видимости, гонятся страши. Тут мы видим пальму, ну и густой лес. Вероятно, я просто русский иконописец списывал с какого-то немецкого образца, но к чему бы мы ни обратились, каким бы вариантом, к Ранаху, например, или там к кому-то, кому-либо еще, к Пуссену даже, все равно мы видим, «Бегство в Египет» всегда идет через лес, через густые замысли. Попробуем все это расшифровать. Конечно, мы видим здесь идиллическую, опять же, картину пастухов и стада, то есть будущее основания церкви, но также мы видим и животных, которые имеют аллегорический смысл в псалмах. Олень, ворон, шакал и бык. То есть олень – это в псалме образ того, кто преподает к священному писанию. Им же образом елень на источнике водной. То есть кто-то начинает христианское обучение энтузиастически, жажда получить новые извещения. Ворон – образ покаяния. Как ворон на развалинах, яковран на нырище – это образ того, кто уже начал читать Писание и переосмыслил всю прошлую жизнь. Шакал упоминается, когда говорится о судьбе грешников, тех, кто не обнимает словам Писания, что их части лисовом будут, их части достанутся шакалам. Бык – это образ внимательного размышления над Писанием. Не заграждай уста быка молотящего. Эта хозяйственная заповедь Моисея была повинен так, как и на сказании. Как указание на то, что даже во время работы работник должен обдумывать слова Библии. И овцы, разумеется, это уже церковь, то есть те, кто достаточно изучили Писание. Так, перед нами пять этапов изучения Писания. Начальный энтузиазм, покаяние, страх перед неправильным чтением Писания, внимательное его изучение и, наконец, полное его принятие. То есть, то, что у нас напоминает вот у психологов, там, стадия отрицания и так далее, вплоть до принятия. Дело все в том, что бегство в Египет понималось в том числе и как школьные годы Иисуса. Было не очень ясно, учился ли он чему-либо в Египте, скажем, у египетских жрецов или у египетских мудрецов. Но в любом случае, бегство в Египет понималось как переход от младенчества к уже немножко сознательному возрасту. Отсюда и появляются все эти мотивы. Появляется и пастораль, и озеро, то есть, будущее христианское проповедь, и всякого рода виды изучения Писания. Можно ли истолковать как-либо растения, до сих пор неизвестно, учитывая, что, в отличие от животных, растения не имели собственного канона истолкования. Хотя, может быть, они задуманы не только в декоративных целях, а во всяком случае пни, на которых сидит ворон и шакал, как раз напоминают эти руины, упомянутые в псалмах. Все это растение обычно считает, что это придорожные растения. То есть, речь идет о том, что христианство должно проторить себе дорогу. Другие варианты того же самого сюжета. Самый, наверное, один из самых ранних вариантов, 1304 год Джотто. Как вы видите, здесь изображен ангел-путеводитель. И здесь же изображено несколько сопровождающих, то есть, по видимости, поучающихся. Иосиф несет все имущество, ослик несет только Деву Марию с младенцем, и, кроме того, есть еще отдельный погодщик. Опять же, неясно, кто здесь все. Некоторые считают, что это дети Иосифа от первого брака. Их было четверо, и что все четверо здесь изображены. То есть, Иосиф ушел в Египет и со своей старой семьей тоже. Что, правда, неизвестно из каких-либо других источников. И просто один из сыновей является погодщиком. Почему Иосиф несет груз на себе, а не на ослике, тоже не вполне ясно. Что это живописная условность с целью изобразить ослика только как носителя Девы Марии и Иисуса. То есть, некую параллель создать с будущим входом в Иерусалим. Или показать, что Иосиф берет на себя все труды по переезду. То есть, бытовая это подробность, характеризующая Иосифа. Или это символ, утверждающий символический смысл вот такого шествия неясного. Ангел явился Иосифу во сне, но здесь он над ним парит. То есть, исполняющийся сон здесь важен. Фактически, вот такое изображение деревьев в иконописном каноне – это было изображение целого леса. Для иконного письма, которому во многом еще следовал Джонта, чтобы изобразить лес, необязательно нужно изображать густой лес из множества деревьев. Одно дерево вполне знаменует лес. Поэтому перед нами изображены вовсе не пустынные, а напротив глубоко лесистые холмы. И переход в Египет, как переход через густой лес, как видите, восходит к средневековому осмыслению этого сюжета. Откуда взялся этот лес? Вероятно, из сказания о том, что по пути в Египет они отдыхали в тени деревьев, так как не было домов, которые можно приютить. И из тени деревьев делался вывод о лесе на пути. То же самое мы видим, например, у Кранаха. Видите, отдых здесь под большой сосной. И здесь мы видим еще собрание ангелов, которые играют с младенцем и добывают пищу. То есть здесь бесприютность этого путешествия и большие испытания на его пути дополняются вот этими первыми как бы образовательными годами младенца. Что его начинают обучать сами ангелы. Вариант Дюрера, как видите, здесь опять же Иосиф несет, значит, идет с тростью, и по видимости на ней он мог бы нести небольшую поклажу. А Дева Мария с младенцем, как вы видите, на ослике. Здесь же мы видим выглядывающего единорога из-за леса, то есть чистоту. Ослик необычно изображен с таким вот фронтальным глазом, смотрящим на зрителя. То есть поистине необходимость вызвать сочувствие тут очень сильна. То, что формула пафоса у Дюрера здесь используется очень широко. И это развивающийся белый плащ, то есть чистота тоже страдает. И вздыбившийся плащ Иосифа, то есть плащ по аналогии с плащом Гермеса. То есть Иосиф как пророк и вестник, воспринявший пророчество. Всего этого здесь оказывается достаточно. Интересный вариант здесь дан у, значит, Караваджо, 1597 год. Здесь, как видите, на отдых тоже пришел ангел развлекать святое семейство. Но в отличие от варианта Кранаха, здесь один ангел, играющий по нотам, которые держит перед ним Иосиф. То есть получается, что Иосиф, то, что он у Дюрера сближается с Гермесом, с тем, кто умеет не только пророчествовать, но и давать уроки, здесь это исполняется полностью, что он ангелу предписывает, как ему играть музыку. То есть является хранителем знаний и свободных искусств. Ангел, как вы видите, играет на скрипке. Скрипка считалась таким менее страстным инструментом, чем, например, виолончель. Ангелы изображались обычно со скрипками, потому что считалось, что скрипка ближе всего, если она на плече, она ближе всего к человеческому голосу. Следовательно, она ближе всего к чистому пению. Из-за имущества Иосиф, как видите, идет босиком. Или он снял обувь, тут не очень понятно. Формула пафоса, развивающийся плащ здесь у ангела. То есть именно ангел привносит эмоциональность в эту сцену. И здесь же мы видим лежащую обмотанную флягу и мешок. То есть, по видимости, что путь им предстоит еще очень долгий. И путь замечательный, что здесь появляется еще такое как будто заволоченное пространство и осень. То есть, испытания здесь подчеркиваются, что их придется перенестить мудро. Вот вариант у Карпаччо. Бегство в Египет. Как видите, здесь это бегство, по видимости, мимо Средиземного моря или через Красное море. Тоже заболоченность, как видите, здесь видна. То есть, дополнительные испытания. И здесь замечательно, что Египет, как видите, представлен тут пока еще такими холмами. Вообще считалось, что Плоское, это Ближний Восток, весь Иосирийский и так далее. Но здесь замечательно, что это бегство получается от гор к холмам. Значит, также два варианта очень интересны, как изображает это Пуссен. Первый вариант, как видите, здесь бегство. Иосифа впервые без ослика. То есть, ослик идет, а они идут пешком, не сидят на ослике. Здесь ангел указал Иосифу путь, то есть, они только вышли в путь, еще не устали, еще не сели на ослика. На ослике поклажа, то есть, это только начало пути. Ворота Иерусалима, видите, изображены в виде условной такой, стоящей на природе арки. С сосудами считалось, что это такое, в общем-то, схематическое изображение Иерусалимского храма, к которому предшествовали две колонны, увенчанные какими-то такими вот курильцами. То есть, это такое самое схематическое изображение Иерусалима, Иерусалимского храма. Эти две колонны, две таких, они встречаются потом и в архитектуре, например, в ворочных храмах, например, в храме Кирхе в Вене, где перед ней стоят две колонны прямо на улице. То есть, это все восходит к реконструкциям Иерусалимского храма, которым приписывался такой портик. И, в общем, Иерусалим, как видите, превращен в такую совершенно такую минималистскую схему, которая вдруг стоит почему-то на природе, а не в городе. И, как видите, Египет изображен, наоборот, как такой храм без окон, то есть, та многовековая египетская мудрость, которая в нем хранилась. Другой вариант у Пуссена. Как видите, это уже другая часть, это уже поместье прибытия в Египет, отдых уже перед вхождением в Египет. В Египте мы узнаем обелиск, которые были уже известны по всей Европе, даже не один. Шатер, то есть, изображение дворца и, опять же, храм без окон. Ослик получил возможность попить, наконец, в городе. И святое семейство, уже к ним подошли торговцы. Называют это отдых на пути в Египет, но это, разумеется, уже они вошли в сам город. То есть, Пуссен изобразил два эпизода самых драматичных. Первые шаги на выходе из Иерусалима и последние шаги уже к прибытию в цели. Замечательно, что египетский город, он находится, по-видимому, в долине Нила. Горы далеко. И храм египетский, это просто обычный храм с колоннами, но без окон. То есть, не вполне достоверно передается египетский архитектур, но с идеей, что Египет был хранителем мудрости на протяжении тысячелетий. И вот такой шатер на четырех колоннах, это обычный такой символ дворца. То есть, это какой-то столичный город, где они и будут жить. У Рембрандта 1625 год. Как видите, здесь ночной переход. Иосиф ведет ослика, груженому и товаром. И замечательно, что при этом у Иосифа еще вот такая вот дорожная сумка, котомка, которая иногда использовалась как подушка еще. То есть, по видимости, здесь художник впервые подумал, а собственно, как они спят, когда им приходится спать в дороге. То есть, здесь уже в канун сновидения сна. Вот другой вариант. Такой графики Рембрандта. И здесь тоже некоторая такая усталость и поиск ночлега тоже видны. Вот другой вариант отдыха на пути в Египет. Здесь интересно, что помимо, собственно, помимо помощников, появляются еще очень интересно тут какие-то свитки. И у Иосифа, как вы видите, ноги его замотаны, такой вот как будто бы портянкой. Но это, то есть, у него, собственно, походные брюки, по видимости, протершиеся. То есть, это уже совершен ими достаточно далекий путь. И получается, что здесь важна идея уже много пройденного пути. А здесь, наоборот, у Басана, 1137 год, выход, по видимости, из Иерусалима. Опять же, идущий ангел, направляющий на путь. И также тут дополнительные персонажи, не отождествленные. То есть, просто, что никто не замечает, что они ушли из Иерусалима. Каждый занимался своим делом. Значит, брейгелевский вариант. Как видите, опять же, с пейзажем и замечательно здесь спуск. Египет понимается, как нижняя земля, холмистая, куда надо было еще спуститься. В 1918 год, Филонов, как вы видите, здесь, кроме привычных персонажей, появился еще дополнительный экзотический персонаж. Шрэдд уже получает переход не в Египет, а в экзотическую землю. И, да, Оскар Рабин, 1177 год, на фоне хрущевки, векства в Египет. Здесь уже такая фаталистическая идея возвращения к одному и тому же, что дома уже настоящего нет. И, получается, постоянно нужно возвращаться к одному и тому же. Иногда этот сюжет использовался и в прикладном искусстве, например, Джентила да Фабриан, 1423 год. Это, как видите, часть кассоны, сундука с приданным. И здесь, кроме, поэтому, кроме самого святого семейства, еще две женщины, несущие вещи. То есть, указание на то, чтобы приданное сохранялось надолго при множестве испытаний. И здесь дана широкая панорама от Иерусалима до Египта. Так как кассоны – это история про то, как сохранить все имущество на протяжении всей человеческой жизни. Вот как раз мы еще не показали Мурилия, 1660 год. Здесь, как видите, это, по видимости, где-то середина пути. И, опять же, ангелы играют с младенцем. То есть, какое-то утешение в самый разгар, в самом тяжелом перевале. Значит, теперь посмотрим еще один замечательный сюжет, последний, который я сегодня вам покажу. Это сюжет с богиней Флорой. Какая символика, что здесь означало. Вот, значит, довольно простое изображение. Как считается образцом для этого стало, по видимости, ряд античных изображений. В частности, допустим, Венера из Стаби, которая изображена с рогом изобилия, из которого сыплются цветы. Ну, это изображение не сразу стало известно, но другое дело, что были и другие флоры. Значит, флору в результате, в общем-то, в эпоху Возрождения до некоторой степени изобретали. Вот один из первых вариантов у Франческо Мельчи, ученика Леонарда Винчи. Как видите, флора, она держит первоцветы, которые сыплются с нее. Сама она внимательно присматривается к цветку, то есть думает о том, как природа расцветет раньше. И у нее одновременно, опять же, черты, значит, как будто бы замужней женщины, то есть вот эта брошь, фибула, скрепляющая, но при этом грудь одна обнажена. То есть она включает в себя и первую страсть природы, первая ее такую вольность, появление цветов, но и такую вот верность природы самой себе. То есть получается противоречивое изображение. С одной стороны, флора – женщина, раз она способна порождать новое в природе, а с другой стороны, она открыта некоторой первичной страсти. Ее, как видите, платье расшито, опять же, цветочными узорами. Если вспомнить, что флора, как мы видели на примере весны Боттичелли, имеет и алхимический смысл осадка, то есть первичного осадка, такого вот кристаллами, как бы цветами, как называли алхимики, из которых возникает золото, то смысл изображения вообще понятен, что это тоже вариант алхимического брака. Но важно здесь не полный процесс завершения, а первые его эффекты, то есть появление первых кристаллов, первых цветов, первой новой жизни. Другой вариант флоры мы видим у Тициана, 1515 год, то есть хронологически раньше, чем мельче. Но, поскольку мельче, по видимости, подражал своему учительу Леонардо, то Тициана я показываю в другом виде. Здесь, как видите, флора держит розы в правой руке. Опять же, у нее всегда обнажена одна грудь, а другая полностью закрыта. И опять же, мы видим некоторые достаточно осмысленные жесты. Такие, как, например, рассыпающиеся волосы впереди и сзади. Такой вот, как бы, алхимический процесс, который мы застали прямо здесь и сейчас. Необычный очень жест руки, поддерживающий одежду, то есть необходимость сохранять процесс и доводить его до конца. Такая же примерно флора у неизвестного венецианца. Как видите, здесь грудь не открыта, но появляется вот такая необычная цепочка, то есть часть приданного, которая надета на нее. Здесь же мы видим служанку, которая выглядывает и в чем-то увещает флору, наверное, будет благорассудным. Опять же, мы видим жемчужные серьги, то есть готовность уже вступить в брак, при этом стыдливость лица и девичий венок из цветов. То есть, опять же, некоторая неопределенность и желание шика, несмотря на то, что она еще невеста, говорят об этой флоре. Что, с одной стороны, ранняя весна стыдлива, с другой стороны, она пытается раскошевствовать в цветах. Значит, Арчимбольда, 1588 год. Здесь, как видите, опять же, трамплей, сложенный из цветов. Якобы лицо, но на самом деле никакого лица нет, а перед нами букет из цветов. Здесь интересно то, что флора, включая она и ее одежды, и ее тело, равно состоят из уже распустившихся цветов. То есть, эта идея одновременно стыдливости и шика, она здесь проявляется даже вот в таком вот трамплейном решении. Вариант, значит, Рембрандта 1634 года. Он изобразил, как видите, свою супругу Саскию в виде флоры. Здесь мы видим флоры в цветных полосатых одеждах, которые обычно были как раз признаком замужней женщины в тогдашних Нидерландах. При этом она в венке из цветов, с распущенными волосами, с жемчужными сережками. Здесь же интересно, что она держит жезл, который, по видимости, и оживляет всю природу. То есть, образ флоры в качестве феи впервые появляется у Рембрандта, имеющий жезл, палочку, которая может преобразовывать всю природу. Интересно здесь, что, интересно здесь опять же жесты, что держит она эту палку такой вот расслабленной рукой, то есть, с некоторой стыдливостью, с некоторым смущением. При этом ее одежды крайне богаты, то есть, это одежды высшего такого шика. То есть, по-нашему, это всевозможные Гуччи и Версачи. Что как раз необычно в торжественных одеждах, при этом с такой вот некоторой расслабленностью. Значит, далее вариант, другой вариант флоры того же времени. Как видите, здесь есть черты не только такого мифологического портрета, но и натюрморта. Здесь такая вот гирлянда дана. Обычно это гирлянды, такие гирлянды, это гирлянды приношений, вативные гирлянды. То есть, как будто флоре приносят уже жертву из плодов, чтобы весна вновь расцвела в избытке жизни. Опять же, у нее одна грудь приоткрыта, хотя художник здесь использовал вуаль. Но замечательно, что флоре здесь вручены символы. А именно, с одной стороны, первоцвет, такой вот благовещенский цветок лилия. А с другой стороны, пылающий факел. Почему факел у флоры, сразу понять невозможно. Но другое дело, что факел, можно напомнить, что это еще и брачный символ, символ гименея. То есть, опять же, соединение девственности и брака, вот этот оксюморон, достигается прямо здесь. Равно как эта идея оксюморна поддерживает тем, что здесь и цветы, и плоды. То есть, и девство, и брак оказываются внутри одной гирлянды. То есть, смысл здесь прост, что мы должны все свои силы жертвовать, действительно, работе над урожаем, чтобы потом флора нас благословила. Потому что сама весна расслабленная всегда. Эта расслабленность выражает и так то, что весна часто наступает без особым, так сказать, без правил. Она бывает ранней или поздней, несрочной или дружной, если использовать известные метафоры. Тем не менее, нам важно, чтобы весна наступила. Но некоторая вот расслабленность, она всегда обязательно в облике флоры. Флора также могла она использоваться, допустим, в галантном искусстве XVIII века. Здесь принцесса Генриетта в образе флоры. Как тоже такая метафора некоторой беспечности, здесь флора сплетает венок, и, разумеется, это годится такой образ для принцессы, которая еще не вступила в свои обязанности управления. Может играть, может быть достаточно беспечной, но при этом благополучие страны, как видите, город, от этого не страдает. Замечательно, что она полу лежит на такой скале восхождения, то есть ей предстоит потом тяжелая жизнь королевы, но пока что вот эта беспечность и дает процветание. Вот интересный вариант флоры 1627 год. Она в регулярном, как видите, саду со скульптурой, то есть поддерживает государственный интерес. Янфорд Денхамне пожертвования флоре. Здесь очень интересно, что здесь, кроме цветов, которые вводятся в Европе, появились и экзотические цветы, например, подсолнух, которые только недавно привезли из Перу. То есть здесь смысл простой, что смысл имперский. Мы говорили уже, что вот эти вот куртины, вот эти туннели такие вот регулярного парка, это один из символов такого имперского парка, такого гиперконтроля над всей планетой. И, соответственно, здесь поэтому появляются колониальные товары наравне с привычными европейскими цветами. То есть это фактически картина об имперской Испании, а не просто о флоре. Имперский смысл мы видим и у Пуссена, в его торжестве флоры. Вот как раз это торжество флоры, оно интересно вот чем. Что здесь, опять же, изображены вот эти вот такие вот, опять же, такие куртины, вот такие вот как бы живые занавески, такой живой туннель. Здесь же флора, как видите, танцует. Здесь же разыгрывается несколько мифологических сцен, в частности, и которые должны подчеркнуть именно власть порядка над хаосом. Слева мы видим Дионисийскую герму, то есть стеллу такую с изображением Приапа, то есть страсть, чистый разгул. Потом мы видим раненого Аякса, то есть как страсть доводит до неразумных войн. А потом мы видим постепенное превращение хаоса в порядок. Покровительствует тем, как видите, Аполлон, взятый в круг, то есть искусство помогает империи расцвести. Империя требует такого ясного и прозрачного контроля над всем, обустройство водопроводов, инфраструктуры. И действительно, во времена Пуссена французский двор больше всего думал именно над устройством инфраструктуры страны. То есть как проложить дороги, водопроводы и все прочее. И вот праздник Флоры – это одна из картин, посвященная цивилизаторской роли французского двора. Здесь мы видим, как разные фактически ремесла, то есть охота, война и покорение морей, они подчиняются Флоре. Вокруг Флоры, как видите, водят хоровод пути, младенцы, которые тем самым показывают вот такое вот жизненное вдохновение, наступающее с весной, появление новых поколений. Далее Флора уже, например, в искусстве XIX века – это скорее такой психологический образ. Здесь, как видите, например, у Фердинанда Келлера, Флора, она уже не просто стыдлива, а испугана. И здесь признаки весны другие, например, прилетевшие ласточки. То есть весну предвещают не столько цветы, сколько какие-то другие природные явления. Другой вариант, как видите, Флоры, которая создана была в рамках движения Arts and Crafts, то есть ковер с Флорой, где Флора просто, как видите, покровительствует всем формам жизни, включая куропатку, зайчика, то есть символ весны, символ, опять же, символ зимы куропатка, зайчики, то есть эротика весенняя и так далее. То есть переход от зимы к весне становится важен для Флоры. И в 19 веке, как видите, Флора уже не воспринимается, как богиня, одновременно девственная и женственная, приводящая в движение весь растительный мир. Признаки весны в эпоху такого научного позитивизма другие. Вот Флора 1013 года, исключительно, как видите, такое рекламное изображение ее. Здесь, как видите, интересно, что подсолнух, то есть осенний цветок, он оказывается символом весенней Флоры, то есть сохраняется это представление о Флоре как контроле над экзотическими краями. Ну и дополнительная экзотизация тут видна. Хотя, в общем-то, эти две колонны и выставленная ваза с цветами, это со времен Ренессанса, это признак весны, когда выставляют цветы на балкон и открывают окна. Мы это видели там на Венере, допустим, от Эциана и так далее. Здесь весна еще дополнена разными экзотическими признаками и разного рода экзотикой. То есть подсолнухом этот цветок не очень ясно, сирень это или нет, но сирень тоже экзотична, она же подсолнух из Перу, сирень из Австралии, если я не ошибаюсь, и так далее. Значит, ну это такое, это вопрос стиле, это просто галатное такое изображение. И, в общем, так, что в конце концов образ Флоры, он начинается как, в общем-то, алхимический образ, он заканчивается, в общем-то, просто такой очередной экзотизацией весны. Вот у Альма Тадемы, допустим, просто сборщица цветов в парке первоцветов парковых, это Флора, а парк, как видите, с этими вот конями, изображающими реки, это уже мироздание. Вот, собственно, это такие имперские тоже фонтаны, где контроль над четырьмя реками, реками или четырьмя морями, там, над всей, в общем-то, вселенной. И здесь, фактически, Флора, это такая вот триумф частной жизни над какими-либо имперскими интересами. То есть, так, постепенно пройдя через утверждение имперской символики, Флора опять превратилась в пафос частной жизни и частного интереса. У нас осталось еще 20 минут. Я вам в оставшееся время расскажу о некоторых понятиях, без которых невозможно изучение теории искусства. А именно о таких, например, понятиях, как подражание природе, как катарсис, как возвышенное и прочее. Катарсис – это, наверное, самое известное слово, которое употребляется для обозначения действий искусства. Буквально это слово означает очищение, очищение организма. То есть, рвота или клизма. И первоначально, по видимости, Аристотель, когда говорил о катарсисе, имел в виду, что трагическое зрелище настолько противно, что оно вызывает у нас какие-то тяжелые телесные потрясения, и мы в результате начинаем более здраво воспринимать происходящее. При этом некоторые ученые считают, что катарсис означает прояснение, поскольку очищение, например, это может быть очищение воды, то есть прояснение, что Аристотель имел в виду, что, благодаря трагедией, мы более ясно видим конфликты и трагические ситуации в нашей жизни. Но точно сказать, что я имел в виду, Аристотель нельзя, важно только, что катарсис понимается как прояснение или очищение аффекта. Что те аффекты, с которыми мы живем, они нас постоянно угнетают, а трагедия может показать ситуацию, в которой мы боимся, сострадаем, но видим, что все может завершиться и разумно. Собственно, катарсисом называлась развязка, которая также имеет латинское техническое обозначение Deus ex machina – Бог из машины. То есть, когда трагический конфликт зашел слишком далеко, то является Бог, который определяет дальнейшие возможности решения этого конфликта. И вот такой Бог из машины, он и определял катарсис. Что Бог явился, сразу все стало ясно, сразу он все расставил по местам, и катарсис произошел. Чтобы понять устройство античного театра, можно обратиться к этому знаменитому произведению Палладио «Олимпийский театр Винченци». Как вы видите, он очень напоминает иконостас православной церкви. Что не случайно, потому что иконостас православной церкви, православная литургия, тоже восходит к гримнегреческой трагедии по своему устройству. Такая условность была, что левая дверь означала деревню, правая дверь – город, а центральная дверь – площадь. То есть можно было обойтись минимумом декораций при постановке спектакля. И если не было возможности создать иллюзорные кулисы, как мы говорили в связи с трампляем, то можно было использовать просто систему дверей. Эта система дверей нам известна из православного богослужения. Например, выход Иисуса на проповедь, вынос Евангелия, чтение Евангелия происходит так. Выходит священник из левых дверей, а уходит в правый. То есть Иисус был из глухой провинции, из Назарета, а проповедовать он пошел в большие города. И Евангелие свое он проповедовал публично, на площади, поэтому Евангелие читается перед центральными вратами. Также и великий вход, то есть вход Иисуса в Иерусалим. Священник выходит с чашей из левых дверей и объявляет все у центральных дверей, публичное, и уходит в правые двери. То есть Иисус вошел в Иерусалим, и дальше уже в алтаре происходит осуждение, казнь голгофа и присуществление, соответственно, святых даров. То есть в православной церкви используется вся та символика античного театра, которая была каноничной для трагедии. При этом очень интересно, что эта символика сохранялась, хотя трагедии новые не сочинялись и даже, может быть, особо и не ставились. Но тем не менее в культуре сохранялась эта символика. И вот как раз вариант Палладио, попытка возродить античный театр, она связана с возрождением в том числе и вот этой символики кулис. И, как видите, ничем от нынешнего иконостаса в любой православной церкви это не отличается. Правда, вместо икон, как вы видите, здесь скульптуры, то есть указания на то, что театр, это, прежде всего, героическое зрелище, а не на что-либо еще. Далее важный еще термин, это термин красота. Дело все в том, что слово красота, по-видимости, имеет во всех языках и культурах два смысла. Прекрасным может называться блеск или жидкость, то, что мы называем грация, харис, когда мы говорили о трех харитах, и порядок, то, что мы называем космосом или по-еврейски, например, в еврейской библии тзба. К сожалению, в русском языке бог саваов, тзбаот, то есть бог порядков, строев, войск или красот. К сожалению, в русском языке оба значения слились, поэтому, например, нам трудно понять, что имел в виду герой Достоевского, когда говорил, что красота спасет мир. Идет ли речь о красоте как очаровании, как о таком блеске, жидкости, глянце, или о красоте как порядке. Поэтому, тогда как в других языках, эти понятия различаются. Еще большие путаницы в русском языке происходят со словом образ, так как оно передает целый ряд греческих слов. Это такие, например, слова, как тип, икона, идол или схема. Разберем все эти слова. Слово схема по-гречески или по-латыни фигура означает первоначально жест в танце. Ритеры античные считали, что эффект риторики ближе всего эффекту танца, то есть экстатического зрелища, которое становится убедительным для всех. Так что зрители верят танцору, когда он танцует самозабвенно. Поэтому схемами назывались сначала жесты танцора, какие-то очень эффектные, а потом стали называться эффектные словесные жесты. Например, употребление слов в несобственном смысле, необычный порядок слов. Все то, что мы называем риторическими фигурами. Когда мы говорим образная речь, мы имеем в виду именно это значение слова образ, то есть схема или фигура. Также можно было бы говорить схематическая и фигуральная речь. То есть речь, в которой много ярких там образов, необычных употреблений слов, и которая в результате завораживает, в отличие от практической речи, которая заворажить не может. Слово схема также, как вы знаете, используется в технике. Здесь имеется в виду схематичность в значении мгновенного понимания того, что происходит. Как мы сразу понимаем танец хороший или хорошую речь, также мы понимаем техническую схему. В православной церкви есть еще схема. Схемой называют высшую степень пострига монашеского, схема в средневековом греческом произношении. И имеется в виду принятие на себя всех жестов ангела. То есть схемой называлась такая особая тесная одежда, которая сдерживает жесты монаха, в результате он становится как будто бы бестелесным ангелом. И схемой называются монашество, в котором монах не просто надевает какую-то униформу, а еще использует специальные технические средства для сдерживания своих жестов. Ну, кандалы особые или какие-то особые там тесную одежду. Вот схема это называется такая тесная одежда для монахов, в которой трудно двигаться и в результате он как бы избавляется от земных страстей, от земных таких жестов и приобретает небесные жесты. Следующее слово, которое переводится как образ на русский язык, это слово тип, то есть буквально след или оттиск, от греческого tube to beat. Такая метафора, связывающая образ с ковкой, с ударом молотка, с оттиском, она есть во многих языках, например, в английском to coin означает чеканить, и coin это чеканка или монета, и to coin также говорить четко, ясно и образно, как мы говорим чеканным слогом, он не сказал, а прямо чеканил. И вот этот тип, это и означает изначально оттиск, то есть некоторые неизменные свойства вещи. Когда мы говорим, например, про человеческие типы, то мы как бы мыслим их как такие следы, оттиски, некие неизменные такие печати, как печать трудно поменять или отпечаток какой-то, отпечаток пальца невозможно поменять. Так подразумевалось психологические типы, они тоже неизменны. Слово тип утвердилось и в богословии. Например, когда Бог называется архетипом, то есть первоичным типом, а вещи, созданные по образу и подобию, например, человек, созданный по образу и подобию Божию, он тип, то есть такой оттиск Бога, след. И в современной философии часто говорят об оттисках или следах, как о самих вещах. Например, французский постмодернистский философ Жак Деррина сделал слово след одним из важных его философий. То есть, что след это знак отсутствия вещи. Что либо мы имеем дело с вещью, либо с ее следом. Это разные режимы восприятия вещи. И мы должны отдавать отчет, когда мы и видим вещь, а когда мы видим только слит. Следующее слово это слово эйдос или идея, то есть вид вещи, причем особенность вида вещи в том, что он может быть очень далек от вещи. Платоновские идеи это числа в основном какие-то и они соответственно вещи, они могут быть не очень похожи на эти идеи. Равно как идею мы называем замысел, и ясно, что реализация замысла не всегда похожа на сам замысел. Поэтому идея она требует соответствия, причем точного, но не требует сходства. Есть уменьшительное слово от идеи это эйдолон, идол, и латинское соответствие идеи это форма и уменьшительное это формула. То есть можно сказать, что поклонение формулам вместо поклонения идолам. И идолам называлась как раз статуя божества, которая не имеет полного сходства. Например, если поклоняется какому-то бревну в качестве Аполлона, то это идол, потому что бревно явно на Аполлона не похоже. Равно как и в нашем употреблении слова формула это что-то не похожее на вещь. Ясно, что H2O не мокрая. То есть формула не обязана быть похожа на то, что она формулирует. И идол соответственно не обязан быть похож на то, что он символизирует. Потому что здесь важно соответствие сути, а не соответствие внешнего вида. И когда мы говорим о форме, то мы имеем в виду, что суть благодаря ней мы понимаем, даже если внешний вид не вполне соответствует. Например, мы говорим, Земля имеет форму шара. Мы прекрасно при этом знаем, что Земля не идеально шарообразна, а приплюснута из-за действия сил гравитации. Но тем не менее мы употребляем слово форма для обозначения того, как мы можем постичь сущность Земли, как тело обращающегося в космическом пространстве потому шарообразного. Противоположность слову идол слово икона от слова эйкос похожий. Икона как раз наоборот. Она не является сутью, икона принципиально отличается от вещи. Ясно, что икона Иисуса не сам Иисус, а доска с изображением. Вместе с тем икона это всегда сходство. Поэтому, например, Аполлон Белеведерский это икона, потому что он изображен как человек. И иконами, например, в античности называли как раз статую богов, где они похожи на людей. То есть, то, что мы прежде всего ассоциируем с античными статуями. Требование к иконе, например, если говорить уже о христианстве, в том, что она должна прежде всего не быть хрупкой, ну, чтобы не нанести оскорбления первообразу. И так образцом иконы считались, например, портреты императора, которые висели в каждом суде, чтобы справедливость осуществлялась от лица императора. Так как император не может присутствовать на всех судебных процессах, а правосудие осуществляется от его имени, то все заменялось его портретами, которые назывались иконами. Соответственно, тот же смысл у икон значит в церковном употреблении. Показать, что справедливые дела совершаются совершаются в присутствии Бога. Вроде бы христианский Бог не нуждается ни в каких изображениях, раз он совершенен. Тем не менее, иконы и православные католической конфессии признаются как вполне допустимые и даже необходимые, потому что они указывают на особенности присутствия Бога в мире. На то, что Бог воплощался, на то, что Бог был среди людей и так далее. То есть смысл иконы не в том, чтобы передать сущность Бога, а иконы это не может передать сущности, передают идолы, а не иконы, а в том, чтобы показать, как именно Бог действовал, когда воплотился. То есть это, например, икона почитания это часть догмата о боговов воплощении, а не часть догмата о природе Бога, поскольку природу Бога явно доска раскрашенная передать не может. При этом к одним и тем же объектам по видимости можно обращаться с ними и как с идолами, и как с иконами. Ну, например, ясно, что для, допустим, ценителей искусства изображения будут любые идолы, поскольку он будет ценить не то, что изображено, а, например, кисть великого мастера, узнавать, допустим, кисть какого-то виртуоза, и тем самым это для него будет идол, то есть не важно, что изображено, важно, что некая суть мастерства здесь непосредственно реализована и видна. тогда как, допустим, тот, кто заинтересован в сюжете, тот будет смотреть на живопись как на икону. И, допустим, один, допустим, сейчас фильмы, например, кто-то смотрит фильм ради сюжета и впечатлений, он относится к фильму как к иконе. И кто-то смотрит на, чтобы уловить, допустим, руку мастера, какие-то приемы, которые использует мастер, создававший фильм. Он относится тогда как к идолу, как к идолу, к фильму. То есть один и тот же эстетический объект может быть воспринят и в режиме идола, и в режиме иконы. Ну, и не случайно вот такие слова вошли в современный язык, как, например, икона стиля. То есть имеется в виду некоторое изображение, стоящее в ряду сходных изображений. Что вот все женщины также будут одеваться, чтобы выглядеть стильными, и получается некая икона, основанная на подражаниях. Далее, значит, еще одно слово, это там, которое переводится на русский словом образ. это парадигма, парадигма, буквально пример или образчик от греческого парадигма, показывать, выставлять на показ, делаясь неким образцом, с которого пишется сразу много копий. Хотя это слово в классическом греческом употребляется довольно редко, оно вошло в некоторые науки, например, парадигма склонения, это все подержи данного слова. То есть некий пример того, как это слово склоняется и как оно остается примером того же самого слова, несмотря на изменения по падежам. И вот парадоксальным образом, простите за слово образ, еще раз за такой каламбур, все эти слова стали переводиться на русский как образ, равно как словом образ стали переводиться латинское mens, то есть ум или прием или способ то, что mente или ment в европейских языках, там naturalment естественным образом, естественно, что создало еще кучу трудностей. В результате у нас, допустим, используются и такие выражения, образная речь, образ Онегина и образ Татьяны или допустим о война и мир как единый образ русской жизни, хотя ясно, что во всех случаях слово образ употребляется в самых разных значениях и единого значения здесь не соблюдается. Но вот именно я прошу в заключении нашей сегодняшней лекции употребляя слово образ и говоря об образности помнить вот об этом движении образа. Что это может быть и идея и форма как идея и тип и парадигма и фигура и идол и икон и все что угодно. И пока мы не различаем эти разные смыслы слова образ мы не можем серьезно заниматься языком изобразительного искусства. Спасибо.